Всем привет! Это канал Оружейный Квартал, и это новое шоу, а выбросить-то жалко. Мы находим владельцев крутых коллекций ножей, оружия, снаряжения и показываем их экспертом, а они будут разносить ее в пух и прах. Наш сегодняшний гость Евгений живет в этом доме, но он не знает, что мы приехали. Для него это сюрприз. Ну что, погнали? Ага, вот эта дверь. Волнуюсь. Евгений Петрович? Чего? Поздравляем вас. Еще не покупаю. Да нет, 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 подождите, не покупать. Вы же оставляли заявку на шоу, а выбросить-то жалко. А, было такое, да. Да-да, собирайте свою коллекцию, поедем к экспертам. Может, что, по карманам расставали? Я 20 лет ее собирал, побольше ничего нет у вас. О, вот эта подойдет? Ну, надеюсь, влезет. Че встали-то, б***ь? Пошли, б***ь. Вот это мужик, б***ь. Пошли, б***ь. Евгений, волнуетесь перед показом своей коллекции? Вообще, б***ь. Я 20 лет. Отличный настрой. Да. Так, секунду. Мне подсказывают, что наш эксперт Алексей уже пришел. Давайте его поприветствуем, встречаем. Наш гость, бесспорно, является одним из самых узнаваемых лиц российской нажимании. В его руках побывали тысячи клинков со всего мира, и о них он знает практически все. Организатор ножевых фестивалей, соревнований и просто душевных посиделок-найфовок. Автор и ведущий популярного ножевого YouTube-канала. Обзоры, новинки, выставки, тесты, советы выбора, материалы, производства, актуальные новости и многое-многое другое. Участник практически всех ножевых выставок России и мира. Человек, объединяющий вокруг себя настоящих фанатов клинкового дела. Алексей Пономарев. Создатель знаменитого бренда «Бруталика». Еще и стеклобоем можно вот такую зверюгу почесать, которая пришла к вам немножко посниматься. Алексей, здравствуйте. Евгений, Алексей, скажите, готовы ли вы оценить нашу коллекцию? Да с закрытыми глазами. Евгений, презентуйте. Ну, немало. Но подозреваю, что один фиг нам понадобится вот это. Ну, ладно. Начнем, что ли. Так. Нет, ладно, извините. Я думал, у меня будет первый вопрос. Но сразу нет. Мусорка сразу нам пригодилась. Понятно. Спокойно. Без разговоров. Сами броситесь. Один ржавый, второй слишком старый. Я во Франции его купил на рынке, на Блошином. Ты посмотри. И до сих пор он в таком состоянии. За это должно быть стыдно. Вот это что? О, это прикольная вещь, кстати. Я купил на какой-то выставке. До сих пор не знаю зачем, но, блин, она такая прикольная. Сама по себе. Похоже на топорик для мяса, кстати. Я его во временный пул оставлю, потом к нему вернемся. О, это же детство. Это детство. Это рогач. Это, понятное дело, инжектор-инжектор. Ну, кайф. Так, ладно. Ну, кайф же. Я сделаю так. Чеклона я угадал, да. Ну, 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 есть огрех. Мы сидим в охотничьем магазине. У меня рука не поднимется. Выкинуть туда хороший заленгеновский охотник. Оригинальный. Понятное дело, что не левый. Окей, пусть лежит здесь. Сразу нет. Это таран, насколько я понимаю, не вынимая. А че, они же нормальные ножки. Божечки. Между прочим, это я жемчужина, наверное. Согласен, жемчужина. Но у меня бут такой, я его фотографировал на балансе, вот так поставил на стол. И пока я пытался поймать кадр, он упал просто на линолеум, у него лопнула гарда. А у меня нет линолеума, и поэтому я этим не страдаю. Нож оригинальный, очень крутой, пусть будет. Даже усы работают. Честно, я не знаю, что это. Мне это подарили. Ты еще общаешься с этими людьми? Надеюсь, после этого не будешь. Там СССР написано, кстати. Да, я знаю. О, кстати. У него коллекция, у него в коллекции вот это вот лежит. Достань. Вы знаете, что такое травмоопасная рукоять? Вот она. Расскажи мне, пожалуйста, вот это вот техническое изделие. Я, к сожалению, совершенно не помню, как называется этот меч пророка. Это ритуально, да, история? Да, двулезвийность, это стопудовая отсылка к мечу пророка. Вот совет. Что-то у него в железном сейфе. О, это же ножи для выживания. Да. Я помню свое. Для наживания. Шикарная пинель в очень крутом чехле. Такой чехол на российском рынке, большая. Недорогий комплект. Продать могу, кстати. Вот. Прям ништ. За подачу, за то, что эта вещь жива. Пусть будет так. Ну, тут, видимо... Это ручка от того клинка. Да, да, да. Я не знаю. Давайте. Я хотел их совместить. Поэтому хвостовик тонкий. Предлагаю вот эту мусорку потом просто в тигель и из него отковать нормальный нож. Бундес. Оригинальный. Оригинальный. Оригинальный, со всеми делами. Еще старый виксовский. Хотя не помню, чтобы их еще где-то делали. Всякие растфраи, конечно, встречаются. Но классно. Еще даже жив чехольчик на пилу. Большая рецепт. Я его когда покупал, ну, сам по себе нож достаточно, как бы, в современных реалиях так себе. Я думал, когда у меня будет сын, я подарю сыну нож, он подарит своему сыну, а тот сын подарит своему сыну, и, соответственно, он подарит своему сыну, а тот сын подарит своему сыну, он подарит своему сыну, а тот сын подарит своему сыну, и, соответственно, до сих пор он здесь. А потом скажут, откуда, а дедушка был здесь. Сыновей у меня много, а до сих пор папа нож-то зажал. Так, ладно. И не дарит никаких. Все-таки вот эти два старика обязаны быть здесь. сложный лот кстати прям вот вызов вызов ну а чё у нас зрители хорошие они меня поймут я думаю мастер мне отдельных звездили на какой-нибудь выставки выпишет но этот дамаск архангельского пусть он все-таки на стол не попадет так это очень неплохой и весьма приличный охотничий бак но как любые баки ним можно относиться по-разному поэтому сегодня я отнесусь так там строение такое что нормальный нож был задать архангельского лидера его на палку можно кстати надеть туда и наденем так это у нас в огне одно джим вагнер джим вагнер и вот мы с ними легендовали еще в 2005 более но это не наш но что уже нарезать правильно очень крутая комплектация мор и не самая частая на руках потому что они дорогие очень много охота я кстати с ним проходил по причине что сталь мягкая и можно ее затачивать принципе хотя бы здесь огниво у тебя не потеряно я сам покупал мне не зато я так за комплектацию все таки вот у меня каждый раз когда ты тянешься в тот угол большой вопрос ты хочешь по могу у меня душа болит за архангельского надо ездить по выставкам да общаться с ними коверт фолдер на 154 на 154 я не знаю какие у него шансы оказаться где давайте пока вот предмет хороший можно можно я расскажу пока ты не выкинул среди вот этого богатства есть оригиналы вот они оригиналы и я старался придать этому тренировочного ножу такой же вес как оригинала именно поэтому здесь термоусадка и дробь это нихрена себе решить он такого же веса абсолютно как и оригинал то есть если ты даже развесовка у них одинаково и я думал что я буду тренироваться только когда сплю не тренируясь естественно я ни разу с ними тренировался я именно поэтому купил три пары ласт слушайте но вот стопроцентный но этот вариант на мусорку но но нет при такой развесовки при такой вообще идея и при таком подходе это вот прям нет это респект однозначно я предлагаю на этом закончить собственно говоря передач на резиновом ноже я добрался до вершин слушайте я вот стесняюсь по поводу моих мнений по поводу брендовых вот этих вещей ну красивенький хорошо бачок пусть лежит это хороший бачок который очень прикольный предохранитель не самая популярная в россии модель но она с ассистом и респект пусть будет а да у меня вот та же буква следовать смотрел 300 спартанцев никакое отношение он там чуваки как бы они вот тебе ты у продал нравится что есть огромный на в коллекции но мне совершенно не нравится исполнение я наверное все таки его при соседе к ножу на котором написано из даже открывать не буду ненавижу дайверские ножи свидания хорошим бадар и охотничий бачидзе ему наверное лет как будьте нате на это с 34 еще не знаю мнение не скажу пишите в комментах вот куда бы вы сами отправили вот этот нож от бака это будет стать тоже нам интересно весьма спорный нож да ладно спорный я думал ты сейчас просто будешь прыгать часу веришь нифига себе у меня есть можем каста который еще не был мкастой когда уже был мкастой они делали браунинг серию айс механика отвратительное состояние среднее поэтому да ладно пусть лежит здесь вот от семейства конечно мне будет нервы мотать еще долго почему потому что снова оригинал снова дорого снова красиво но к после той истории с разбившейся гардой моего вот этого ножа как у вишневского любимое таких как ты не было нет и не надо но очень хороший наш очень хороший очень крутой в этой развесовки в этими карты вы рукоятки в этом сером цвете зеленых можно это прям прям да так а пинель diy поэтому туда я даже согласен еще бы еще такой выкинуть выкинуть без разговоров вот это это вот давай я сам выкину да и это туда выйдет но это и он мне никогда не нравился даже потому не у каждого у каждого коллекционера ножей должна быть какая-то судя по корзине этой много сейчас я еще бы определить это прямо весьма лимит 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 и ты ох 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 как бы я могу поругаться это же его выкинуть потому что он тоже мне никогда не нравился но это все-таки лимитняк лимит на лимитник это большой страшный коллаж я к нему не хорошо отношусь но это один из самых известных самых узнаваемых ножей бренда и просто скажу что не имею права его на хрен оценивать он просто должен быть где-то но он на одном уровне практически вот с этим сделаем остается так это насколько понимаю лойоль нет это него это за лепуха чистка вы это прям за это я его положу нежно но все-таки будет он там это так о ну хотя бы на фонарик ты ты не посмотри хотя бы на фонарик ты мне хочешь сказать я же скажешь у него батарейки поменены и он работает я менял они не работают он сломался но сам факт те фонарик подсвечивает куда-то тыкать и когда равно эти вы еще не замедляет вот просто снова bundes причем мне все равно больше импонируют вот эти хотя вот этот классичнее здесь и пила царская и глаза нет но конечно удобнее вот эти bundes и которые глаза стыд это один из немногих ножей которые очень круто реализовали серейтер потому что серейтер в передней части я лично считаю более удобно так снова мора снова мора это господи консвелл или форест разве не 2000 по спуску по спускам да в том-то и хохма двухтысячной же бочкой а рукоять да там там клинок от двухтысячной понятное дело ходит по планете но моделька называется уже по-другому нет все-таки выкину мору хватит нам ох сейчас нам напишут пусть пишут это действительно оригинальный бачок судя по клеймам все да и до оригинальный бак это оригинал но он сделан как-то очень не в ключе самого бака ничего не знаю про эту модель пусть она будет спорная пишите в комментах мало ли вдруг у вас такая есть я не хотел не открывая кидать ножи в мусорку от траншейник рассказывай историю слушает оригинал оригинал я имею ввиду что это кого его нет это новодел оригинал я имею ввиду что компания биков вот они у них есть линейка именно а даром мировой войны первой мировой войны не все-таки годнота нож вообще обалденный вот это прям да еще в коробочках значит какая-то ценность еще гордая наклейка модын чина присутствует это я плохо готовился к выпуску золотого цвета горд модын чайна насколько мы помним это все относится в первую очередь коробку по рукав конечно с 30 титан титан клипса не на месте это все чем можно его поругать ценный предмет на самом деле то и прекрасно понимаю почему он находится в залученном состоянии так чтобы его больше никто не коцнуло никуда не ушло давай отложим так но у нас потихоньку мы движемся если мы вернемся к тому что он на столе то конечно смерч 5 не выдерживает конкуренции он из-за наших законов откровенно тонковат из 2 и 4 он проигрывает всему и зараза ломается регулярно на каком бы заводе он не был сделан поэтому загружил и работы я бы его не советовал опять что-то в коробочке но мне не нравятся артикулы это коробочка другого я наверное знаю откуда у него этот самый нож именно таким образом она очень близки как по форме по содержанию с такими же отверстиями здесь листочком металл кевин костнер первые минуты фильма телохранитель свист такой предмет наверное тоже должен быть в коллекции наверное предмет интересный надеюсь будет у тебя другой опять нужно из них опять что-то показывает заносите в следующий раз да кстати нужно это не так взяла герза 2 хоть раз был довольно такой то есть мои попытки как бы работать им как ножом упирались в то что он не нож истерика до свидания суши такие нужны классные истерика до свидания хоть кельтские узоры покажешь господа стеки господа и ты пасли тасс и ручка доскики очень похожий на когда-то выпускающийся гербер викинг это те викинги которые нельзя мы наверно я потом ногами утрам так ладно пластики пока отвлечемся это опять у нас кто-то именитый опять но это давай сам как бы ты в глаза и будешь смотреть я просто скажу что мне не понравилось ворсмачи басмачи главное корзину потом не потерять а твой вот это вот отдельно же каста вот это на каждой выставке просто тонны вот это вот и вот этого добра тонны это один из моих первых ножей так будете ностальгировать дома с кремом я даже не вспомню что это танковат хреноват здесь стервец в свое время весьма продаваемый до летает наверное хорошо ножом не является большой и страшный услуги сом название как бы говорит само за себя называется он гоп так на удивление как боевой нож как вот армейская штуковина мне кажется что он сделан весьма умно я думаю что я все-таки его оставлю хотя соги в большей своей массе не люблю я был молод и я хотел ножи рысь кованой молодцы молодцы это же мартини правильно понимать да блин они классные они примерно такого же уровня как несчастная мора большому то счету но какая-то отдельная душа у них есть из-за этих ножен вот с одношовных рыбок они просто супер и него не так часто встречается такая глубокая посадка классный нос очень теплый филейка пятнаха что есть лучше да что угодно свое молодой человек не соблаговолители ли вы мы еще немножко поделиться метроль который нежно открывает складной ножичек знаменитая картинка что он вот прямо где да 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 недалеко от невского проспекта хотел оставить напоследок но не могу лапки тянутся весьма ценный нетривиальный бак который редко у кого бывает вот это клин конечно сомнительный но наверняка я просто не знаю зачем он нужен если знаете тоже отвечать для устрицы опинелек по моему меня удивило конан на кнопку это кизляр нск 5 опять то лоджик пойти туда же куда и все остальные в чем причина этому ножу жить в коробке а все вопросы отпали потому что я не люблю грибы может быть просто потому что я был рожден в ссср меня тянет к серпам а пенели очень люблю необычное тоже зачем-то келажная скоба для массового ножа который ну блин ну они много у нас катеристов что нет то много у нас катеристов а кстати я катерист у меня жену катеристов еще один бачок сомнительная вещь я думал ты восторгишь сейчас я чувствовал ведро пойдет нет ведро ему не пойти все равно но это бак во первых бак во вторых он в коллабе с каким-то большим царем сделан надо точить протирать делать лыжемент и класть его на пол но что поделать почти все баки у нас на столе пусть будут на столе последний у нас предмет это макс коэн стилом очень хорошо отношусь они очень классно делают но это конечно один из их веселых уродов я же не мог ничего другого купить принц план стены любим уважаем хорошо здесь показывает что у тебя на кармане последний нож остался вот ведро вот ящик на кармане но это же классе не с самой лучшей механикой но он же как бы за это же вот это вот это вот с этим зубом прикольная история что я как люблю говорить видел их воткнутых в задницу гораздо больше чем зуб ножей с первого раза правильно это классная фишка но все имя снова и вы помнят и я даже я же охотничий ножик теперь сделал складной вместе есть складной самсонов у которого тоже есть уж уж самсонова то всяко знаешь вот это уж и в том числе для ножа и флиппер и тот который как делает ну сейчас опять диван проткнет ты это уже делал а еще у меня в кармашке есть вот такой есть так как это тоже понравится тоже мой а я его где-то видел вот это российское производство это кстати это и заус 8 сильно в топе считается сталюка m390 прям вот и в реставе и у меня из м390 есть супер мелкий нож который сейчас у меня постоянно с собой он это для тех у кого нет комплексов как она работает и еще как работает короче у смурфиков мобила отжимать можно в любом случае даже они важны все вот это хорошие ножи это более хорошие ножи то что мы их выкинули в мусорку это просто для того чтобы хохмануть нож важен любой лучший нож тот что с собой пусть он будет вот отсюда но он у вас будет ножи коллекционировать надо покупать надо любить их надо и конечно нужно смотреть их добрые видео и мои добрые видео все ссылки надеюсь будут под этим роликом вы на всех подпишитесь и ждем ваших веселых комментариев какие ножи вы бы тоже выкинули а может быть наоборот отсюда переложили в этот зеленый ящик главное чтоб вы получали удовольствие от ножа правильно да все так алексей спасибо огромное спасибо был безумно рад ну как рад жена моя тескарт огромное спасибо ты освободил много места в нашей квартире выкинешь до бежал удачи пока а я то я буду спасибо большое алексей а а вы уважаемые зрители пишите в комментариях понравился ли вам наш новый формат шоу и может быть кто-то из вас готов стать следующим участником и пройти тест от наших экспертов с вами был ваш ведущий игорь плюшкин и эта программа а выбросить то жалко выбросить он предлагает